Всем привет! С вами программа Культ Поход и я Дарья Козина. Каждый месяц мы рассказываем вам о самых ярких событиях культурной жизни нашего города. Смотрите сегодня в выпуске. Награждение работников культуры в художественной галерее. Премьера спектакля «Летучий корабль» в Саровском драматическом театре. Мария Затонская победитель национального литературного конкурса «Русские рифмы». Прошедший год выдался для работников культуры трудным и насыщенным в художественной галерее. Представители администрации поблагодарили сотрудников культурных учреждений за особый вклад в развитие города и поздравили их с Новым годом. Саровский город очень высокой культуры, очень высокого спроса на культуру, высокого запроса и высокой оценки, самооценки. В преддверии зимних праздников в художественной галерее чествовали тех, кто на протяжении всего года активно трудился и продвигал искусство в нашем городе. Представители администрации поблагодарили работников культуры за профессионализм и пропаганду вечных общечеловеческих ценностей. Обозначили задачи на следующий год. «Основная наша задача всех тех, кто присутствует в этом зале, это сохранить и историю, и культуру нашего города. У нас есть еще одна сверхзадача. Это задача научить наших горожан понимать Саров как необыкновенный феномен. Феномен духовной и научной культуры». Сотрудники культурных учреждений города также подвели итоги года. Работником библиотеки имени Владимира Маяковского он запомнился многочисленными проектами и приемами в своих стенах известных деятелей в сфере искусства. «Это были приезды и по линии Росатома, когда к нам приезжало издательство детской литературы. У нас был музыкальный вечер артистки Ардовой. И также, наверное, приезды, которые были в рамках проекта «Персона». Благодарственные письма от администрации получили десятки специалистов из Саровского драматического театра, художественной галереи, библиотек и музеев города. Весь год они устраивали творческие встречи, концерты, выставки и спектакли, чтобы жители приобщались к прекрасному и всегда могли культурно провести время. Саровский драматический театр подготовил очередную новогоднюю сказку для маленьких зрителей нашего города. Спектакль «Летучий корабль» по мотивам известного мультфильма поставил режиссер Антон Неробов. Маленькие саровчане смогли окунуться в атмосферу волшебства и увидеть на сцене давно известных персонажей – бабок-ежек, забаву и Ивана. Какая жизнь, а слава бы тогда, Как, если бы мечтать была... Сказка «Летучий корабль» – это волшебная история любви трубочистой Иванушки и царевны Забавы, которые мечтают об уютном доме и простом семейном счастье. Сюжет спектакля давно знаком зрителю благодаря одноименному советскому мультфильму. Режиссер Антон Неробов уверен – каждый в постановке найдет что-то свое. Маленьких зрителей заинтересуют видуальные эффекты, яркие костюмы и декорации. А взрослые смогут окунуться в атмосферу детства и вновь поразмышлять на тему добра и зла. Совсем маленьким детям, 4-5 лет, они видят большие яркие пятна, видят яркую динамику действий, не понимая, может, слова. Чувствуют, как музыка передает настроение. Взрослые чувствуют текст. Детишки еще повзросли. Они уже смотрят, как каждый герой кому относится и тому подобное. И составляют уже полную картину, за кого переживать, где добро, где зло. Главные роли играют Елизавета Казачкова, Артем Жуков, Павел Козлов, Анатолий Наумов и Константин Алексеев. Для спектакля артисты подготовили 12 танцевальных и вокальных сцен. В постановке зрители услышат как старые песни из легендарного мультфильма, так и новые композиции Максима Дунаевского в исполнении актеров Саровской драмы. Такой общий большой продукт, который сделан полностью у нас в театре. И наш художник, и наш автор написал инсценировку по известному мультфильму. И наш аранжировщик аранжировал великолепную музыку Дунаевского. Зрителей ждет мудрая история о том, как смелость и искренность побеждают жадность и злобу. О том, как друзья могут выручать в беде. Для лиц старше шести лет. В художественной галерее в рамках проекта «Рождественская выставка» Саровчанам представили персональные выставки московского художника Александра Дедушева «Белое облако» и его нижегородского коллеги Алексея Гарина «По волне моей памяти». В чем уникальность работ и что вдохновило художников на их создание, смотрите в следующем репортаже. Если внимательно присмотреться к этой скульптуре, то можно увидеть, что она изготовлена не из камня, а из обычной бумаги. Эту уникальную технику придумал московский художник Александр Дедушев. Его работы можно увидеть в художественной галерее. Там открылась персональная выставка «Белое облако». Он делает специальную бумажную массу, которая потом вылепливается, им специальным образом засыхает, и получается вот такая вот очень пластичная, интересная вещь. Они бывают очень разные, и очень во многих частных коллекциях уже, как сказать, интересна эта работа его. Но если вы заметили, структура скульптуры, если очень внимательно посмотреть, особенно с более поздними работами, очень перекликается с пластикой художественной. То есть, если поставить рядом скульптуру и живопись, у них есть такая вот фактурная, как сказать, однородность. В экспозиции представлено более 90 работ. Среди них можно увидеть живописные полотна, а также графику большого, среднего и малого формата. Это очень интересно. Вот то, что сегодня уже было сказано на открытии. Обычно человек, который творит, он изображает что-то на листе. Здесь он вынимает из листа, потому что заливается тушью. И вот то, что мы видим, эти линии, они специальным образом вскребываются. Это горотаж убирается лезвием лишнее. В рамках большого зимнего мероприятия в художественной галерее открылась еще одна персональная выставка известного нижегородского художника Алексея Гарина. По волне памяти моей. На суд зрителя художник представил более 90 картин. Экспозиция объединила новые работы и произведения разных лет. По сути своей простая. Это выставка, которая говорит о радости жизни, о радости того, что мы имеем. В данном помещении удалось собрать одни из самых интересных, может быть, работ. В некоторых работах то, что какие-то новые достижения, какие-то новые, какие-то необычные результаты, может быть, творческие, да, вот они ощущаются. И ты понимаешь, что это действительно что-то стоит, чего-то стоит. Алексей Гарин – постоянный участник областных выставок. Художник выставлялся в Нижнем Новгороде, Сарове, Москве. Его работы находятся в частных и корпоративных коллекциях в России, во Франции, Черногории, Америке, Чехии и других стран. Каждый год его коллекции пополняются новыми живописными картинами. На вопрос, откуда он берет вдохновение, отвечает просто – это подарок судьбы. Наша жизнь – это большой подарок для нас. И каждый день жизни – это большой подарок. И ощущение того мира, который вокруг нас, как мира радостного, наверное, это вот та муза, муза, наверное, все-таки радости. Выставка художников Александра Дедушева и Алексея Гарина продлится до конца января. Посмотреть ее могут все желающие, без возрастных ограничений. В Центре культуры и досуга в Ниев прошел юбилейный творческий вечер эстрадно-джазового оркестра имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Василия Маркова. За 50 лет коллектив оркестра полюбился многим саровчанам, поэтому праздничный концерт прошел в теплой и уютной обстановке. Один взмах дирижерской палочки и обычные такие разные люди, каждый со своим настроением и мыслями, превращаются в единый музыкальный организм. За 50 лет жизни и существования оркестра в нем сыграли более 120 музыкантов. Александр Трубин – единственный, кто остался в коллективе с самого первого набора. Музыкант с теплотой вспоминает день, когда все начиналось, когда в нем проснулась любовь к музыке. «Любовь эта зародилась еще в 69-м году. Я вступил в комсомол и пришел к нам Василий Леонидович Марков в школу номер 3. Тогда еще школа была, это сейчас лицей. Собрал команду, человек 20 нас, наверное, пригласил, рассказал о музыке, пригласил нас. Мы с приогромным удовольствием пришли сюда, во дворец культуры. По тем временам он просто был дворец культуры имени Ленина. Все, и начали потихоньку заниматься азы, нотная грамота, 50 лет исполнилось. Не верится, если честно. И то, что я единственный в оркестре, который вот и до, и не изменял ему, я пока сам себе с трудом верю». Творческий путь оркестра начинался с выступлений на субботниках, затем и городские концерты, областные конкурсы и, конечно, приглашения в Москву. За активное участие в пропаганде эстрадно-духовой советской музыки коллектив был награжден дипломом Союза композиторов и дважды дипломом военно-оркестровой службы Министерства обороны СССР. А в 1983 году за высокий профессиональный уровень и активную концертную деятельность получил звание Народного самодеятельного коллектива. А его руководитель Василий Марков стал заслуженным работником культуры Российской Федерации. «Я считаю, что это величайший, вот без преувеличения, в масштабах нашего города, великий музыкант, аранжировщик нашего замечательного города, хочу подчеркнуть, да, аранжировщик, наш духовой отец. Вот, поэтому, ну, так как он писал о аранжировке, ну, никто, никто, это вот для каждого сидит, все распишет, знает, что, допустим, этот не возьмет там в третьем регистре, допустим, ноты, он пониже напишет, все, то есть расписывал так, как вот прям все чувствовал сам». Сотрудники ветерана ядерного центра, преподаватели музыкальных школ, работники городских организаций, музыканты Саровской дивизии. Коллектив оркестра Маркова – это абсолютно разные по духу и интересам люди, но объединяет их одно – любовь к музыке. Инженер градообразующего предприятия Иван Ерута начинал свой музыкальный путь с баяна, после закончил эстрадно-джазовое направление. Выступал в составе городских групп, но мечта играть джаз былась лишь в 2014 году, когда Иван пришел в оркестр Маркова. «Дали мне партию первого тенора саксофона, это, ну, вы слышали, это много солирующих партий практически в каждой композиции, вот, вроде справляюсь». Репертуар оркестра обширный – это и джазовые обработки, эстрадные аранжировки и классические произведения. К юбилейному концерту коллектив готовился с особой тщательностью. «Долго готовились и много волновались, не только с исполнительскими аспектами связанными, но и с организаторскими. Понятно, что мы не профессиональные музыканты, у нас профессия другая, мы заняты в течение дня на работе, ну, лично я инженер-исследователь, и подготовка к концерту, она занимает практически все оставшееся время. Вынужден был оставлять вечерами семью, маленького ребенка. Иногда приводил ее сюда, вот, дочку свою, на эту сцену. В общем, был восторг, и сегодня она просилась тоже сюда». Эстрадно-джазовый оркестр Василия Маркова – неизменный участник множества мероприятий Федерального ядерного центра в НИЭФ. Под звуки духовых инструментов встречают делегации гостей, спортсменов, которые приезжают к нам в город. Во время праздников, приуроченных ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Встречи Нового Года, оркестр непременно играет танцевальную музыку, под которую с удовольствием кружат по залам и площадям не только гости праздника. «Играем мы танцы, на площади танцуют люди, с приогромнейшим удовольствием танцуют, да, и, ну, мы, как обычно, играем. Вдруг я слышу, а я сидел в заднем ряду и слышу – барабана нет. Я бы смотрел, на самом деле барабан пропал, барабанщик пропал. Смотрю – он танцует с дамой. Я бросил тромбон, побежал, сел за барабан и доиграл все это вечно барабан. Коллектив оркестра очень любят работники института, от директора до ветеранов. И с огромным удовольствием ходят на концерты. В юбилейный вечер в актом в зале Центра культуры и досуга в НИЭФ не было ни одного свободного места. Мы в восторге, вы знаете, просто в восторге. Я считаю, что нам надо почаще устраивать такие вот вечера. Все понравилось. Очень высокий уровень, сохраняется. Вот, несмотря на уход руководителя, в общем-то, молодцы ребята, все-таки, поддерживают форму. Это и молодость моя, и вспоминаю про это все. Это было все, начинался клуб «Борабресс», где я танцевал много тоже лет. И все это было, оркестр, это был неизменимый и оркестр, и я, и все осталось в памяти. Концерт длился более трех часов, и после каждого выступления зал щедро аплодировал оркестру. Коллектив подарил своим гостям настоящее путешествие в прошлое. Большинство композиций – это музыка, под которую прошли юность и целые десятилетия жизни многих присутствующих. Саровский поэт Мария Затонская стал лауреатом национальной премии «Русские рифмы». Торжественная церемония награждения молодых авторов состоялась в павильоне книги на ВДНХ в Москве. Саровчанка в качестве награды получила возможность опубликовать свои стихи совместно с издательством «Эксмо». На счету Марии Затонской тысячи рифмованных строк. Сочинять их поэтесса начала в детстве. С тех пор девушка не расставалась с литературой, получила филологическое образование и написала не один цикл стихов. На национальную премию для молодых авторов «Русские рифмы» Мария отправила подборку произведений за последний год. Я писала о людях, которые живут в сложных условиях. Есть у меня такой цикл «Бараки». Я писала цикл «Азия». Это про мое путешествие на восток, в Турцию. Там были не только турки, и вот их жизнь, она представилась мне тоже интересной. При этом люди, они все похожи. У нас все общее. Обязательное условие конкурса – произведения на русском языке. Боролись за главный приз участники форума «Таврида» и поэты, которые подали заявки в общем потоке через интернет. В финал вышли семь россиян. Стихи Марии Затонской признали лучшими. Начинающий литератор получила диплом лауреата и право выпустить книгу с самым крупным в России издательским холдингом «Эксмо». Я только предлагаю некие идеи, у нас дебаты по поводу названия. Все это оказалось очень трудным, потому что не так-то просто найти то самое название для своей книги, ту самую обложку, какой-то концепт. В прошлом году Мария уже пробовала свои силы на премии «Русские рифмы». Тогда девушка не дошла до финала. После встречи с критиком Алексеем Алехиным на форуме молодых писателей ее взгляд на поэзию кардинально изменился. Поэзия – это сама жизнь, это только правда. И дело в том, что раньше я приукрашивала и позволяла себе немного приврать для красоты метафоры, для того, чтобы как-то усугубить ситуацию. Все эти красивости, на самом деле, они ни к чему, потому что поэзия, она должна быть честной. И я стремлюсь к тому, чтобы быть честной. 2019 год для поэта Марии Затонской был плодотворным. Девушку приняли в Союз писателей России, стали печатать в толстых журналах. Уже в январе читатели смогут увидеть в продаже ее книгу в серии издательства «Эксмо. Новые стихи». Саровчанка проведет несколько встреч и презентаций в разных городах страны. Воспитанница детской школы искусств номер 2 Екатерина Строкова выступила на конкурсе исполнительского мастерства среди представителей Национального центра управления обороной Российской Федерации. На конкурсе Саровчанка представляла наш город с композицией «Эхо Ивановна», а на заключительном этапе исполнила ее подвоенный оркестр. Саровчанку признали лучшей. Екатерина Строкова, 7 лет, занимается народным вокалом в детской школе искусств номер 2. За это время школьница прониклась в фольклорном направлении. В свои выступления девочка нередко включает движение русско-народного танца. Народная музыка стала частью меня. Очень приятно, что именно занимаюсь народным вокалом, так как народный вокал – это истинный вокал, где раскрывается душа человека, где именно русского человека раскрывается душа. Конкурс исполнительского мастерства «Песня, рожденная сердцем» проводил Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Все три этапа проходили в Москве. Участники – военнослужащие и их родственники. Крестный Екатерины Строковой предложил девочке попробовать свои силы. Вместе с преподавателем Ириной Оськиной Саровчанка выбрала композицию «Эхо Ивановна» и адаптировала ее под себя. Мы, прежде чем осваиваем новый репертуар, мы сначала смотрим на тексты. И нам пришлось немножечко там, немножко изменить текстовую основу, но не основательную, а так, да. То есть суть этой песни осталась, корень ее – это русская женщина, красавица, счастливая во все времена, и в беды, и в тягости, и в горести, и в радости. На том стоит Русь и русская женщина. Вокалисты выступали в единой номинации, вне зависимости от возраста и жанра. На галоконцерте финалисты конкурса исполнили композиции под оркестры Национального центра Управления обороны Российской Федерации. Непередаваемые эмоции петь с военным оркестром, конечно, это было сложно, потому что они поют, как бы, они играют за самих себя, и не подстраивайся. Это сложно. Когда ты поешь под баян, можно как бы и станцевать, и кто играет на баяне, может подстроиться под себя. В результате копилку музыкальных наград вокалистка пополнила дипломом лауреата конкурса «Песня, рожденное сердцем». Школьница часто участвует во всероссийских и международных фестивалях. Для младших учеников Ирины Оськиной и Екатерина Строкова настоящий пример того, как занятия народной музыкой приносят удовольствие и всевозможные достижения, если усердно развивать свой голос и артистизм. Чаще посещайте концерты, выставки и спектакли. В нашем небольшом городе всегда можно интересно провести время и культурно обогатиться. С вами была программа «Культ поход» и я, Дарья Козина. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»